Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как сделать трафарет подошвы пинеток овальной и грушевидной формы, по которым можно будет уже самостоятельно вязать подошву пинеток, не спрашивая, сколько петель нужно набрать на тот или иной размер. Потому как у каждой вязальщицы разное натяжение пряжи, разная толщина нити и разный номер спиц. Вот поэтому я решила вам рассказать, как сделать такие трафареты, причем на любой размер пинеток. Ну а заодно мы свяжем вот такие пинетки, если у кого-то появится желание. Для начала рассмотрим с вами вот эту таблицу. Значит, на ней указан возраст ребенка. Затем длина стопы. Далее колонка размер обуви. Вот представим, что это обувь. И последняя колонка это размер носков. И теперь по этой таблице мы будем делать с вами шаблон для вывязывания пинеток. Эту таблицу я помещу на своих страницах на сайтах, которые указаны на заставке на моем канале. И в правом нижнем углу логотипы сайтов. Одноклассники, фейсбук, вконтакте. Можете на любую букву нажать. На тот сайт, где вы подписаны. И попадете на мою страницу. И там будет эта таблица. Можете ею воспользоваться. Значит, обратите внимание, тут немножко некорректна таблица. Почему? Потому что к длине стопы надо прибавить ну полсантиметра, может быть даже 0,7 сантиметра. Вот здесь прибавлено, а здесь наоборот убавлено, это неправильно. Здесь неправильно. Здесь должно быть 11 сантиметров. Вот здесь прибавили. Значит, вам нужно к длине стопы, вот к этой колонке, на ваш размер, который вы выбрали. Вот у меня длина стопы 9,5 сантиметров. Значит, я к 9,5 сантиметрам прибавляю 0,5 сантиметра. То есть, еще раз повторю, вот к этой колонке, вы добавляете 0,5 или 0,7 сантиметра. Не ошибетесь. Ну и теперь, как я уже сказала, будем с вами по этой таблице делать шаблон. Итак, я к 9,5 сантиметров. Длина стопы моего манекена, вот эту цифру я беру, плюсую 0,5 сантиметра. И получаю 10 сантиметров. Теперь для того, чтобы легче вам было составить шаблон, возьмите либо миллиметровку, либо лист в клетку. И рисуем линию длиною 10 сантиметров. Вот, 10 сантиметров у нас. Теперь прокалываем иголкой. Почему я делаю проколы иголкой? Чтобы на обратной стороне можно было прочертить точно такую же линию. Можно было бы, конечно, отсчитать, но нет гарантии, что клеточки совпадут. Можно на свет через стекло, как вы знаете, когда раньше делали чертежи, на оконное стекло приложить листок и провести прямую. Ну, вот я сделал иглой. Теперь эти две точки проколов соединяем. Теперь мы отрежем ножницами вот по этой линии. С другой стороны сделаем то же самое. Итак, мы с вами получили длину стопы. Теперь мы должны сложить пополам. И каждую часть тоже пополам. Поехали. 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 Почему я вам показываю именно такой способ? Потому что не у всех будет возможность разделить точно эту линию на 4 части. И я вам поэтому рассказываю более доступный метод. Теперь вы возьмите, у кого есть циркуль, и отметьте 1 четвёртую. То есть вот эту часть. Либо кто умеет пользоваться лекалом, возьмите лекало. И нам нужно вот эту часть отложить сюда. Я вам расскажу для чего. У кого нет ни лекала, ни циркуля, можно поступить следующим образом. Отмечаем эту часть. И затем придерживая уголок здесь, ставим точки. Вот постарайтесь поточнее. Вот так пойдёт. И почаще делайте, для точности. Спасибо. Спасибо. После того, как вы наметили сегмент окружности, эти точки соедините. Постарайтесь поплавнее. Я, конечно, могла бы по клеточкам, но показываю для тех, у кого нет циркуля. Теперь мы эту заготовку складываем пополам. Раз. И теперь складываем пополам. Вот так. Складывайте чётко по линии. Берём ножницы и вырезаем. И наша подошва готова. Вернее, шаблон подошвы. Теперь берём картон, какой у вас есть, накладываем нашу заготовку и карандашом обводим. После того, как вы обвели заготовку карандашом, вот эти линии сгиба... Вот эти линии сгиба... Тоже перенесите на заготовку. Вот сюда. Ну и, естественно, эту заготовку надо тоже вырезать ножницами. Хочу вам объяснить, почему я эту заготовку сложила пополам и каждую часть ещё пополам. Потому что длина стопы у маленьких детей в два раза больше, чем ширина. Вот. Значит, как более доходчиво это объяснить. Значит, это одна часть. Это одна часть. Здесь одна часть. И вот здесь тоже будет по одной части. То есть в сумме здесь две части получается. А здесь в сумме четыре части. Вот. И так же мы строили с вами эту заготовку. Значит, ещё раз повторяю. Ширина стопы в два раза меньше, чем длина стопы. Ширина стопы в два раза больше, чем длина стопы. Ширина стопы в два раза больше, чем длина стопы. Ширина стопы в два раза больше, чем длина стопы. То есть если здесь у нас... Ширина стопы в два раза больше, чем длина стопы. Это по одной части. То вот эти части тоже будут... Ширина стопы в два раза больше, чем длина стопы в два раза больше, чем длина стопы. А длина четыре части. Теперь на этом шаблоне вы можете расписать все параметры этой подошвы. Во-первых, что вяжем мы на возраст ребёнка до трёх месяцев. Вот сюда можно написать от нуля до трёх месяцев. Затем сюда же вы можете внести какой параметр? Длина стопы девять с половиной сантиметров. Девять с половиной сантиметров. Длина стопы. Также вам может понадобиться и полностью вся длина. Потому что некоторые вяжут вот с этой части. И вам будет нужна длина подошвы. Вот поэтому тоже сделайте замер. У кого сколько получится. Вот у меня получилась длина. Я обозначу буквой С. Двадцать шесть сантиметров. Итак, мы сделали с вами шаблон. Всё на нём расписали. Может быть у кого-то ещё какие-то параметры будут. Тоже сюда распишите. И такие шаблоны можно сделать на все размеры. И на все возраста. И после того, как у вас будут эти шаблоны, вы уже ни у кого не будете спрашивать, сколько петель набирать на тот или на иной размер и на какой-то определённый возраст. Вы просто возьмёте таблицу. Посмотрите, какая там длина стопы. Возьмёте шаблон и по нему будете вязать. Ну и теперь переходим непосредственно к вязанию подошвы. Для моего узора, для пинетки, в этой части нужно набрать нечётное количество петель. Вот здесь у меня будет узор. Делаю первую петлю. Затем вторую. Теперь спицу завожу между петлями. Вытаскиваю петлю. Не перекручивайте. И надевайте на спицу. Сразу хочу предупредить, что каждый пусть набирает петли по-своему. Еще вытаскиваю одну. И еще одну. Вот. 5 петель. И теперь мы будем вязать и прибавлять. Первую снимаю. Из второй вывязываю 2 петли. Одну за переднюю стенку вывязываю петлю. Вторую за заднюю. Затем центральную. Из предпоследней петли тоже вывязываю 2. За переднюю стенку. И за заднюю стенку. И лицевая. Следующий ряд вяжу тоже лицевыми петлями. Но уже не прибавляю. Следующий ряд. Кромочную снимаем. Из одной вывязываем 2. Лицевая за переднюю стенку. И лицевая за заднюю стенку. Затем лицевыми петлями. И из предпоследней петли тоже вывязываем 2. Следующий ряд вяжем без прибавлений. Вот связали мы немного. Можно побольше связать. и видите мы не попадаем в ширину. Значит нам нужно набрать больше петель. Либо делать прибавления в каждом ряду. Опять набираю 5 петель. 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 И теперь буду делать прибавления в каждом ряду. Также из одной вывязываю 2 за заднюю и за переднюю стенки. И в этом ряду тоже делаем прибавления. В следующем ряду. Тут тоже делаем прибавления. Отлично. Значит. У нас будет прибавление в каждом ряду. Петель. Петель. Подвижение в каждом ряду. Петель. Шостовая ряду. Петель. Выставка в каждом ряду. Петель. Уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Опять у нас не совпадает. Значит, нам нужно набирать больше петель. Вот теперь я набрала 9 петель. 1, 2, 3, 4 и 1, 9. И теперь мы с вами будем вязать обычным методом. То есть прибавлять через ряд. Первую снимаем. Из второй вывязываем две. За переднюю и за заднюю стенки. Затем вяжем без прибавлений лицевыми. В предпоследние опять делаем добавление. В кромочную провязываем. Следующий ряд мы вяжем без добавлений. У нас тогда, если мы будем через ряд прибавлять, у нас будет плавное прибавление. Не резкое, а плавное. Значит, этот ряд мы вяжем без изменения. В следующем ряду тоже прибавляем. Из одной вывязываем две. Дальше провязываем все петли лицевыми. И в предпоследний тоже вывязываем две. Следующий ряд вяжем без прибавлений. И вот теперь видно, что мы попали в размер. Итак, мы вяжем до тех пор. Прибавляем. Вот до этой линии. У нас идут прибавления. Затем провяжем по прямой. Не прибавляя. И далее уже будем делать убавления. Значит, пока вы самостоятельно провяжите до этой прямой линии. После того, как вы довязали вот до этой линии, у вас будет заканчиваться прибавлением. Если у вас никак вы не попадете в ширину, значит, вам что нужно сделать? Либо поменять спицы на номер меньше или на номер больше. Либо вам вязать плотнее или рыхлее. Итак, довязала я до следующей полосы. Где мы будем делать убавления. Значит, первую петлю снимаем. Две следующие провязываем вместе. Затем лицевыми. Вот осталось три. Две петли провяжем вместе. Кромочные. Следующий ряд вяжем без изменений. Если мы здесь прибавляли через ряд, то здесь мы вяжем убавление тоже через ряд. То есть, в одном ряду мы убавляем, другой провязываем. Вот сейчас мы повернем и сделаем убавление здесь и здесь. А следующий ряд опять повернемся. Провяжем без убавлений. И вяжем до тех пор, пока у вас на спице не останется столько же петель, сколько мы и набирали. Вот у меня было 9 петель. Значит, 9 должно быть здесь. Вот здесь я набирала 9. Здесь у меня должно остаться тоже 9 петель. Далее убавляйте самостоятельно. Вот я делаю последнее убавление. Сейчас я вам хочу показать одну вещь. Так, 3, 4, 5, 6, 7, вот эти две вместе провязываем, 8, 9, то есть у меня осталось 9 петель здесь и здесь я начинала тоже с 9 петель. Но мы сначала делали набор. Вот видите, здесь заметно. Сначала вязали набор, а потом провязывали уже платочной вязкой. Значит, нам нужно провязать еще один ряд. Но мы его провяжем без добавления. Вот теперь у нас подошва полностью закончена. Вот такая подошва. Значит, после того, как мы с вами закончили подошву, берем нить другого цвета. И по краю, вот, с той стороны набираем петли. И так набираем петли по всей подошве. Следующий ряд тоже вяжем лицевыми петлями. Третий ряд тоже вяжем только лицевыми петлями. И так вяжем по кругу. Следующий ряд вяжем две петли вместе. Накид. Две петли вместе. Накид. Две петли вместе. Накид. И тоже вяжем так по кругу. И теперь 3 круга вяжем лицевыми петлями. Все петли провязываем лицевыми. Вот вяжем этот круг. 1, 2 и 3. Теперь эту нитку можно обрезать. И лучше всего взять крючок, чтобы было удобно вам. И теперь мы должны вот так перегнуть вязание пополам. И вот эта петля. Вот она перемычка. Вот одна протяжка. Вот для следующей петли. Вот она красная у меня. Вот за эти петли. Видите, вот эта петля и вот эта вторая соответствуют. И вот мы должны их соединять. Значит, лучше всего, удобнее будет, наверное, крючком. Значит, что мы делаем. Вот эту петлю снимаем. Так. И цепляемся. Вот к первой протяжке. И нить у основного цвета соединяем. Вот так. Можно на эту спицу временно надеть. Теперь эту петлю уберем. Вот она как раз над отверстием. Соединяем. И надеваем. И подтягиваем немного. Итак, вы должны соединить все петли. Давайте еще раз покажу, как их цеплять. Значит, петлю снимаем на крючок. С этой стороны вот протяжка такого же цвета. Вот ее берем. И основным цветом провязываем. Вытягиваем и надеваем на спицу. Следующую петлю снимаем. Берем следующую протяжку. Вот она. И эти две петли провязываем нитью основного цвета. И надеваем на спицу. Вот и получаются такие зубчики. Теперь мы с вами должны вязать по прямой. Не прибавляя и не убавляя. на высоту от полутора сантиметров до 1,7 сантиметров. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы выйти на высоту пальцев. И теперь я буду вязать резинкой два к двум. То есть две лицевых, две изнаночных. Две лицевых, две изнаночные. Вы можете вязать любым узором, какой вам понравится. Можете даже добавить нить того цвета, который мы делали зубчики. И так вяжем по кругу на указанную высоту. Ну вот связала я на высоту. Ну у меня получилось практически 1,7. Значит вязала я узором шахматка. То есть две лицевых, две изнаночных. Провязала один круг и провязала второй круг. Затем над изнаночными вяжу две лицевые. А над лицевыми две изнаночные. И тоже вяжу один круг и второй. В простонародье этот узор называется шахматка. Он очень простой. Ну вроде так и ничего смотрится. И теперь мы будем переходить непосредственно к узору, который будет располагаться на мысе. И так провязала я резинкой два к двум. На высоту, которую я вам уже показывала. Значит провязала одну боковину, провязала пяточную часть и вторую боковину. А перед, где мыс, я буду провязывать лицевыми петлями. Вот эти девять петель провяжу лицевыми. Дальше. Значит все наше вязание мы должны разделить пополам. Вот у меня здесь 60 петель. Я делю пополам. Причем у меня в передней части должно быть нечетное количество. И получаю впереди 31 петля, а на пяточную часть 29 петель. Вот теперь нам нужно поставить здесь маркеры. Значит я с боков должна отсчитать 11 петель. Один, два, три, четыре, пять и одна. Одиннадцать петель здесь у меня есть. И здесь тоже 11 петель. Один, два, три, четыре, пять и одна. Теперь я буду вязать изнаночными петлями до следующего маркера. Вот до этого. И так вяжем по кругу до этого маркера. Вот довязала я до второго маркера изнаночными петлями. Эти две петли тоже провязываем изнаночными. Маркер переснимаем. Провяжем один, два, две изнаночных. И чтобы было удобно с этой спицы, давайте перебросим три петли на центральную. Вот у нас центр мыс. Один, два, три. И с этой стороны тоже три петли добавим. Потому что изделие маленькое. Вязать переднюю часть не очень удобно будет. Мы должны вязать по принципу пятки. Дальше вяжем тоже изнаночными. Дальше вяжем крючком. А вот здесь девять петель были центральные. Раз, два, три, четыре и одна. Вот они, девять петель центральные. И на них будем вязать узор. На этих петлях. Три петли снимаем на дополнительную спицу. Я работаю со шпилькой для волос. И петли оставляем за работой. Провязываем одну лицевую. Здесь не стягивайте. Эти петли поднимаем на левую спицу. Дальше вяжем крючком. И их провязываем лицевыми. Три. Одна лицевая у нас будет центральная. Затем одну петлю снимем перед работой. Провяжем крючком три. Один, два, три. Эту петлю поднимем на спицу. Провяжем крючком лицевой. Тоже не стягивайте. Одну петлю провяжем изнаночной. А следующие две петли провяжем вместе. Изнанкой. И теперь мы повернемся. Одну петлю снимаем. Вторую провязываем лицевой. Девять петель провязываем изнаночными. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. Одну провязываем лицевой. И две петли провязываем вместе лицевой за задние стенки. И поворачиваемся. Кромочную опять снимаем. Провязываем одну изнаночную. Три петли снимаем на дополнительную спицу или шпильку за работой. Провязываем одну петлю. И петли с дополнительной спицы возвращаем на левую. Эти три петли провязываем лицевыми. Провязываем одну лицевую, центральную. Снимаем одну петлю перед работой. Три петли провязываем лицевыми. Петлю поднимаем на левую спицу. Провязываем ее лицевой. Следующая петля у нас будет изнаночная. Затем две петли провяжем изнаночной. Поворачиваемся. Одну петлю снимаем как кромочную. Следующую петлю провязываем лицевой. Затем девять изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одна лицевая. Вот сюда. С этой спицы. Вот так уже можно, наверное, сделать. Две петли провяжем вместе лицевой за заднюю стенку. Так. Есть. Опять поворачиваемся. Петлю снимаем. Следующая изнаночная. Три петли снимаем за работой. Одну провязываем лицевой. Петли поднимаем на левую спицу. Петлю. Провязываем их лицевыми. Теперь провязываем одну центральную. Затем одну петлю снимаем перед работой. Три петли провязываем лицевыми. Три петли. Эту петлю надеваем на левую спицу. Провязываем ее лицевой. Затем у нас идет изнаночная. И две петли провяжем вместе изнаночной. Вот такой рисунок у нас должен получаться. И опять разворачиваемся. И вяжем изнаночный ряд. И так мы должны вязать до тех пор. Вот пока не дойдем до маркеров. Чтобы у нас все эти петли ушли в узор. Вот я довязываю последний изнаночный ряд. Лицевая. Эту петлю провязываем вот с последней петлей перед маркером. За задние стенки лицевой. Вот у нас что получается. Теперь несколько кругов можно провязать. Значит эту петлю снимаем. Эта изнаночная. Три петли снимаем. Одну провязываем лицевой. Эти три петли поднимаем. Петлю снимаем. Провязываем лицевыми. Центральная лицевая. Затем одну петлю снимаем. Три лицевых. Петлю надеваем обратно. Три петли. Три петли провязываем. И дальше. Чтобы здесь не было разрыва. Вот эту протяжку. Поднимите. И две петли провяжите вместе. Дальше вяжем опять изнаночными. Это у нас бока. Дальше провязываем пятку. И бок почти весь провяжите. И тоже я вам покажу как здесь вот соединить. Довязываем мы другую сторону пинетки. Эту петлю снимем. И вот здесь возьмите протяжку. И провяжите эти две петли вместе изнаночной. Дальше у нас идут две изнаночных. И теперь у нас идет круговое вязание. В прошлом ряду мы здесь вывязывали узор. Значит теперь мы должны петли просто провязать лицевыми. Две изнаночные. Вот опять я дошла до узора. Значит в том ряду мы просто провязывали. А в этом ряду мы должны опять с вами вывязать узор. То есть три петли снять за работу. Одну провязать. Три петли набросить на левую спицу. Их провязать лицевыми. Центральная лицевая. Одну петлю снять. Три провязать. Одну петлю надеть. И дальше опять изнаночными петлями. Вот. И так вы должны вязать до тех пор, пока у вас высота сбоку ботинка, пинетки, что-то вы вяжете туфли, не достигнет высоты вот в пределах 5 сантиметров. 5 сантиметров. Это как раз будет сгиб ноги. Вот я довязываю ряд. Две изнаночные. Эти провязываю лицевыми. Дальше я буду вязать резинку. Вот я провязала уже 3 сантиметра в общей сложности. Вот от этих зубчиков 3 сантиметра. И теперь вяжу резинку. Резинку буду вязать такую же, как здесь два к двум шахматкой. Точно такую же. Две изнаночных. Две лицевых. Две изнаночных. Две лицевых. Две изнаночных. Две лицевых. И так вяжем по кругу до узора. Узор я буду также продолжать дальше. Следующий ряд опять. Две изнаночные. Две лицевых. Две изнаночные. Две лицевые. Как вы видите. Над лицевыми две лицевые. Над изнаночными две изнаночные. В следующем ряду мы поменяем их местами. И так вяжем по кругу. Теперь мы над изнаночными вяжем лицевые. Две лицевые. Над лицевыми вяжем изнаночные. Две изнаночные. Над изнанками лицевые. Над лицевыми изнаночными. Две изнаночные. Так мы провязываем один круг. Вот этот. И второй. После того как вы свяжете пинетку до определенной высоты. можно будет обвязать. Именно тем цветом. Которым вы вязали. Вот зубчики внизу. обвязываем. Значит обвязывать можно любым методом. Можно рачьим шагом. Я решила просто связать пинетку. Один. Два. Три. Следующую петлю просто провяжем. Дальше опять пико. Один, два, три. Следующую петлю просто провязываем и опять пико. Один, два, три. Вот и так обвязываем всю пинетку. Ну вот такие пинетки в итоге получаются. У кого есть желание, можете связать точно такие же. Можете внести какие-то корректировки в них. В общем, тут дело вашей фантазии. Итак, мы с вами сделали трафарет подошвы овальной формы на возраст ребенка от 3 до 6 месяцев. Вот я подписала даже, значит, длина стопы 10,5 сантиметров и 29 сантиметров это по периметру подошвы. Если кто будет вязать другим методом, не от подошвы. Теперь мы сделаем с вами тоже трафарет, но уже грушевидной формы. Ну, давайте сделаем на размер вот 11,7. Потренируемся, то есть на возраст от 6 до 12 месяцев. Итак, берем с вами лист бумаги обычной или миллиметровку и будем рисовать схему. Значит, как мы уже договорились, длина стопы на возраст от 6 до 12 месяцев 11,7 сантиметра. Вот мы с вами сейчас проведем прямую 11,7. Так, затем на свободу облегания к этой цифре прибавляем полсантиметра. Получаем 12,2 сантиметра. Значит, к этой линии мы должны прибавить полсантиметра. Вот 12,2 сантиметра прибавили. Как я уже говорила ранее, ширина стопы у маленьких детей равна половине длины. Значит, мы вот эту часть, вот эту линию делим на 2. Получаем 6,1 сантиметра. И вот эту цифру мы должны отложить с двух сторон вот этой линии. Вот сюда. 6,1. То есть 6,1 мы тоже делим на 2. Получаем 3,0,5. 0,5 не берем во внимание. Это полмиллиметра. Значит, откладываем по 3 сантиметра с двух сторон. Один, два, три. Будем рисовать только половину. Так, это у нас будет сторона мыс, где пальцы находятся. Значит, это радиус равен 3 сантиметра. От этой точки откладываем внутрь подошвы точно такой же радиус. То есть 3 сантиметра. Вот один, два, три. У кого есть циркуль, рисуйте сегмент циркулем, либо лекалом. У кого этого нет, можно вот так по линейке рисовать. Вот так раз. Вот так. Чем больше точек вы поставите, тем точнее у вас будет скругление. Ну если у кого нет линейки, можно вот взять ленточку бумаги, как я уже показывала ранее, и вот так отметить. И тут же так рисовать. Точки ставить. И так мы ставим точки до вертикальной линии. До перпендикуляра. Теперь все эти точки аккуратно плавной линией соединяем. вот так. Это у нас мыс получился. Теперь пятку будем делать, рисовать. От этого радиуса мы должны отнять полсантиметра. Значит, от трех сантиметров мы должны отнять 0,7 сантиметра. Можно отнять 1 сантиметр. Это уже на ваше усмотрение. Значит, я отниму 0,7 сантиметра. И у меня получается 2,3 сантиметра. Вот 2,3 сантиметра. Один, два, три. Вот так будет. Вот. Значит, тоже эти точки соединяем. Значит, здесь у нас радиус 2,3 сантиметра. Теперь этот радиус мы откладываем внутрь. Вот сюда. Значит, 2,3 по линейке. Ну, кто может линейкой отметить? Отмечаем линейкой. Так. 2,3. Так. Один, два, три. Вот так. Где-то вот здесь. И теперь из этой точки. Можно, конечно, линейкой. Но это будет очень напряженно. Вот так. Отмечаем. И начинаем вращать. Значит, делаем поточнее. Точки делаем почаще. И тоже эти точки ставим до пересечения с перпендикуляром. Теперь мы их тоже соединяем. И затем проводим прямую соединяем. вот получилось у нас половина подошвы. Теперь мы что делаем? По линии оси сворачиваем. вот по осевой линии. Вот так. Вот так. и затем ножницами вырезаем. здесь вот немножко уголок срезаем для закругления. Так. Вот получилось у нас подошва. Трафарет подошвы. Грушевидной формы. Теперь берем картон. И переносим на него наш трафарет. обводим карандашом. И вырезаем ножницами. И вот мы с вами получили трафарет подошвы грушевидной формы. Длина подошвы. Длина стопы 11,7 сантиметра. На возраст от 6 до 12 месяцев. Ну вот и сюда пишем, что периметр равен 32 сантиметра. Ну вот. И готовы у нас трафареты овальной и грушевидной формы. Значит, как я уже сказала, такие трафареты можно сделать на любой размер. Рассчитывается очень легко, как вы заметили. И вам не придется уже ни у кого спрашивать, сколько петель нужно набрать на подошву на тот или иной возраст или размер. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. 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 Спасибо. Спасибо.